Всем привет! С вами как всегда канал Великан и я его ведущий обзор Леонид. Сегодня мы рассмотрим щипцы для завивки волос от компании Philips. Последняя была основана в 1891 году, а данный момент является известным производителем электроники на мировом рынке. Корпус нашего прибора заключен в пластиковую оболочку, весьма приятную по тактильным ощущениям. Длина рабочей части составляет 160 мм, что делает их удобными для завивки длинных и густых волос. А гладкий керамический корпус с кератиновым покрытием снижает давление на кончики, так как кератин – важная составляющая волос, которая делает их стильными и здоровыми. Компания Philips разработала новое решение для борьбы с секущимися волосами. Это уникальное сочетание оптимальной степени нагрева и минимального уровня трения обеспечивает здоровые волосы от корней до самых кончиков. На верхней стороне устройства расположен блок управления. Состоит он из дисплея и двух кнопок. Кнопка включения-выключения запускает устройство путем нажатия и удержания не более двух секунд. А плюс и минус позволяет устанавливать 9 степней нагрева от 130 до 210 градусов. Это даст вам девушке подобрать именно ту температуру, которая больше всего подходит для вашего типа волос. После включения прибор будет готов к работе уже за 45 секунд. Функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры. Она сработает автоматически, как только щипцы нагреются до установленной вами температуры. А благодаря расположенной внизу подставке щипцы можно оставлять включенными без присмотра. Даже если спеша вы забыли, прибор включенный в розетке. Он сам отключится уже через 60 минут после включения. Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание. А расположенная на нем петелька это еще больше комфорта. Длина шнура 1,8 метра. Предоставив щипцы натость своей жене одно могу сказать точно. Они ее порадовали. А покупать или нет, право выбора остается только за вами. Не забываем подписываться на канал, обязательно нажать на колокольчик, писать комментарий и ставить лайки. Всем пока-пока.